Давай, вот посмотри, у нас съемки ведет Володя Пащенко, встань сюда маленько, вот сюда. Вот, теперь Володя, скажи, твое имя в честь кого названо, кто твой святой? Князь Владимир. Князь Владимир, слышали? Все, пожалуйста, забери свою аппаратуру. Вот оно к тому и сказано, что парень... Вот и поэтому не удивляйте, что он будет выпивать и пить, что у него будет 40 тысяч жен. Потому что в честь князя Владимира церковь не князя Владимира прославляет. Ему имя в крещении было переименовано, как он назван был? Василий. А спроси Василия, кто знает равнопостного? Никто не знает. Мы, по сути, дело-то лжеправославное, даже у своих православных не знаем-то. И кого прославляют-то? Князя Владимира. Князя Владимира в Пите висели на Руси, и больше ничего не было. У Соломона было сколько жён? 300 и 700 на лёжность. А сколько было у князя Владимира, то узнай. В 10 раз больше. Вся Русь под ним была. Это возник нельзя. Куда в село не приехал, первым делом жену дайте мне на постой. Ну, платили ему. Всё. Значит, во имя Владимира кто у нас назван, это все названы в честь язычника. Это нельзя опровергать. Теперь, Александр Невский. А кто такой Александр Невский? Вояка. Воистый начальник. Мы Александра Невского, вы его не почитаете, я понятия не имею. Так вы его совсем не признаете. Я перед всеми свидетельствую, что Александра Невского церковь не прославляет. Зачем обо мне спрашивать? А кого она тогда прославляет? А который принял чин? Какое имя принял? Алексей. Вот его мы знаем. Александр Невский никакого отношения не имеет к канонизации. И люди сегодня этого даже удивляются. Это как храм Александра Невского? Ну, язычники. Они даже этот храм переименовать сегодня же в честь Алексея, бывшего Александром Невским. Он в крещение это имя принял, когда отрёкся от этого мира. Я, если назван в честь Игнатия Ростовского чудотворца, то менять ничего не надо было. Он митрополит. Он такой и был, с детства родился. У него там были свои какие-то отдельные такие нюансы в жизни. Кого он рукоположил, он повелел собрать все эти списки и под голову себе положить. До того интересно, да чё, самый строгий ответ за рукоположение отвечать. Игнатия Ростовского чудотворца, которого я назвал, его не хоронили. Он только умер и сразу гроб поставили в церкви, он встал. А то тоже один такой-то кобыл. Ну, это спасение никакого значения не имеет, а просто некоторые черты из его биографии. Считай.